Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События. Главное за неделю» расскажут наши журналисты и я, Светлана Кудрявцева. Итак, коротко о главном. Завершили усиление фундамента, приступают к отделочным работам, как идет реконструкция здания фабрики кухни и когда преобразится территория вокруг. От изысканных дамских портретов до абстрактной графики. В областном художественном музее открылась выставка «Передовой отряд 100 лет авангарда в Самаре». Американо-капучино или латте пить кофе стало модно. Одобряют ли эксперты страсть к кофеину и что говорят о пользе и вреде напитка? Эта рабочая неделя для многих самарцев стала короткой. Один из рабочих дней перенесли на минувшую субботу, чтобы продлить праздничные выходные из-за Дня защитника Отечества. 23 февраля в Самаре состоялось торжественное возложение цветов к вечному огню. Память погибших за родину почтили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Также участие в акции приняли депутаты разных собраний, сотрудники силовых ведомств и представители ветеранских организаций. Можно приступать к отделочным работам и монтировать коммуникации. Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова посмотрели, на каком этапе находится реконструкция легендарного здания фабрики кухни, где уже в следующем году откроется Самарский филиал Третьяковки. Подробности в нашем сюжете. Вот сейчас у вас уникальная возможность видеть знаменитую Трегулову в каске, в каске, потому что здесь, на этом объекте, наверное, чуть-чуть отставив эстетство, Зельфира Исмаиловна просто руководит стройкой. Усиление фундамента здания завершено, тепловой контур строения закрыт. На выездном совещании в здании фабрики кухни глава региона Дмитрий Азаров и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оценивают ход работ. Внутренние помещения обеспечены теплом, здесь можно проводить отделочные работы, монтировать коммуникации. Началось и благоустройство фасада. Сегодня есть уверенность, что все, что касается здания, выполнения работ, в текущем году справимся. Начало года следующего будет необходимо для того, чтобы уже расставить оборудование, внутри здания уже отладить все функциональные жизнеобеспечивающие системы, а самое главное, все творческие выставочные пространства уже заработали. Сейчас на объекте трудится около 200 человек. У здания сложная инженерия. Музейные экспонаты требуют особых условий по влажности, инсоляции и системам охраны. Параллельно с этим ведутся подготовительные работы по благоустройству прилегающей территории. Она порадует самарцев уже в этом году. Зельфира Треголова сообщила, что со времени ее последнего визита в Самару в октябре проделан огромный фронт работ. Мы все делаем общее дело и в результате в 2022 году можно будет процитировать Маяковского. Здесь будет город Сад. Это будет совершенно потрясающее культурное пространство, культурная точка не только на карте Самары, но уверенно на карте всей страны. Команда Третьяковки в Самаре уже работает и подготовила две выставки. Передовой отряд в художественном музее можно будет увидеть 26 февраля. А совсем скоро в галерее Виктории самарцам откроется еще одна выставка. Все это часть единого проекта, в котором будет представлено наследие 20 века, авангард и реализм 20-30 годов. Что касается филиала Третьяковской галереи в Самаре, то он откроется в 22 году. Виктория Шарея, события. От изысканных дамских портретов до абстрактной графики первые лица региона и города побывали на открытии выставки «Передовой отряд 100 лет авангарда в Самаре». Экспозицию представил областной художественный музей. В тонкости сложного искусства вникала Гульфия Сафина. Конечно, главным шедевром является полученный нам привезли специально из частной коллекции портрет жены Попова. Это уникальная вещь. Мне кажется, что это шедевр мирового уровня. От изысканных дамских портретов до абстрактной графики. Целый ряд картин самарского авангардиста Николая Попова и его единомышленников Самуила Адливанкина и Георгия Ряжского представлены в Самарском художественном музее. Именно они в начале прошлого столетия здесь, в Самаре, заложили принципы нового общества живописцев. Некоторые полотна привезли из Государственной Третьяковской галереи в рамках совместного исследовательского проекта передовой отряд. Круг, конус и прямоугольник. По задумке дизайнеров, именно в эти три ключевые авангардные формы помещены 60 картин передового отряда. В самом крупном, круглом блоке представлены базовые единицы левого течения. Полотна из постоянной самарской экспозиции. Это музей-мечта воссоздания галереи современного искусства, которая так и не заработала в Самаре в начале прошлого столетия. На открытие выставки прибыли губернатор региона Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Замечательно, что не первый проект, но самое главное, что не последний совершенно точно. И сегодня здесь директор Третьяковской галереи Дельфира Исмаиловна является надежным партнером сегодня Самарского региона. Я очень рад, что у нас все новые и новые проекты совместно реализуются. Хочу вас искренне за это поблагодарить. То, что я увидела, мне кажется, настолько точно соответствует духу того искусства, которое здесь представлено. А представлена абсолютно уникальная коллекция авангарда Самарского областного художественного музея. Здесь шесть работ Розанова, это может позавидовать даже Третьяковская галерея. Увидеть выставку первыми захотели многие самарские и столичные ценители высокого искусства. Честно говоря, не скажу, что я любитель и ценитель авангарда, но мне интересно искусство, самое разнообразное и вообще образование. Кроме того, очень интересно сейчас видеть, что происходит у нас в Самаре и такое выдающееся событие пропустить совершенно невозможно. Я большой любитель московского романтического концептуализма, который был после Второй мировой войны, но, безусловно, московский концептуализм основывается на авангарде. Так что и любовь к авангарду, любовь к Третьяковке и к людям, которые создают здесь искусство, меня привело и привозят каждый раз. Выставка «Передовой отряд» будет представлена в художественном музее до 21 мая. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. Обмен опытом на практике. Главы муниципалитетов Самарской области провели рабочую встречу в Хворостянском районе. Выездное совещание прошло под председательством главы города Елены Лапушкиной. Слово мэрии Елчан. Хворостянская земля славится не только полезными ископаемыми, но и работоспособными и талантливыми людьми. Район состоит из 11 сельских поселений. Здесь проживают 16 тысяч человек. По численности населения муниципальное образование занимает 17 место среди сельских районов губерний. Для комфортного проживания есть вся необходимая инфраструктура. Детские сады, школы, сельские дома культуры, физкультурно-оздоровительный центр. Наша цель и цель главы района – обеспечить максимальную доступность всем слоям населения. Хотелось бы отметить, что детки, которые посещают плавательную секцию и показывают определенные результаты, выступают за честь района, они последующие годы ходят бесплатно. Для обмена опытом на рабочее совещание в Хворостянку приехали главы городских округов. Первое в этом году заседание Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области прошло под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Успехом в развитии Хворостянского района является участие в различных федеральных и региональных программах. Благодаря губернаторскому проекту содействия здесь обновили музей. Теперь это настоящий центр культурной жизни, где собраны экспонаты об истории района и его выдающихся жителях. Дополнительное средство привлечь каждый глава хочет в район, чтобы людям жилось лучше, красивше. И главное, в каждом населенном пункте имеется возможность что-то построить, что-то сделать для людей. Заметно преобразились и общественные территории поселений района. Например, сквер во имя Покрова Божией Матери, который обновился в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. В ближайший год в селе появится кинотеатр. На эти цели было выделено 5 миллионов рублей. Мэри Илчан, Константин Головин, События. О том, как благоустроить Самару уже в этом году, в прямом эфире нашего телеканала в программе «На связи с городом» рассказала глава Самары Елена Лапушкина. Поговорили также о самых актуальных темах на сегодня. Уборка дорог от снега, проблемы с отключением воды. Обсудили строительство новых школ и детских садов в городе. Мы продолжаем строить на пятой просеке еще один корпус на 850 ребят. Там же будет детский садик на 75 мест с ясельной группой. Мы строим два детских садика в 2021 году в Кировском районе и на улице Подшипниковой. В Самарскую область на этой неделе поступила очередная партия вакцины гам-ковид-вак. 24 тысячи 100 доз. В первую очередь в регионе прививают медиков, соцработников и учителей. Не упустили такой возможности педагоги Самарской школы-интерната номер 115. С подробностями Мария Левина. Людмила Тупала преподает историю в школе-интернате номер 115. Прививку от новой коронавирусной инфекции решила сделать при первой же возможности, рассказывает женщина. Во-первых, я хочу повысить надежность своего иммунитета. Во-вторых, эти прививки соответствуют всем требованиям Семерной организации ВОЗ здравоохранения. И во-вторых, они дают более 95%, что ты не заболеешь ковидом. Людмилу поддерживает ее коллега Татьяна Черезова, воспитатель в том же интернате. В группе у Татьяны 14 человек. Они приходят к ней после уроков, вместе гуляют, делают домашние задания. После чего детей забирают домой. Женщина чувствует ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своих подопечных. У нас очень с детьми тесный контакт. И у второй половины дети, конечно, они стараются и прижаться к тебе, им хочется ласки, внимания. И поэтому мы очень тесный контакт с детьми. И взвесив вот все риски, а я человек, который 65+, мне думаю, что необходимо обязательно сделать прививку. В первую очередь на вакцинацию приглашают медиков, соцработников и педагогов, а также лиц с хроническими заболеваниями и старшее поколение. Предприятие распределили по разным дням. Как следствие, в поликлиниках нет больших очередей. Вакцина против новой коронавирусной инфекции поступает в наше медицинское учреждение в плановом порядке. Мы готовы вакцинировать всех граждан Российской Федерации, а также всех сотрудников предприятия, которые находятся на территории нашей медицинской части. Чтобы сделать прививку, нужно записаться через госуслуги, либо позвонить в поликлинику, а также по телефону горячей линии по номеру 122. Мэри Елчан, Мария Левина, События. Приспосабливаться к жизни по-новому заставили самарцев на этой неделе аномальные морозы. Наши корреспонденты узнали, как справиться с неблагоприятными климатическими условиями, своевременно завести автомобиль и не заболеть в период сильных холодов. Аномальные морозы внесли коррективы в жизнь самарцев. В первую очередь холода ударили по системе подземных коммуникаций города. Порыв водопроводной трубы произошел на улице лейтенанта Шмидта. Пока специалисты коммунальной службы устраняют аварию, автомобилисты пытаются освободить колес своих машин ото льда. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Отключены частные дома в границах профсоюзная, конноармейская, Карла Липнихта и лейтенанта Шмидта. Ведутся работы в водопроводном колодце, то есть без раскопок. С прошлой недели морозная погода заставляет жить по-новому. Привычки и стиль одежды сменились. Одни как следует утепляются и стараются реже выходить на улицу, другие напротив, рады морозам и по-настоящему снежной зиме. Я в Северном Казахстане жила, ребята, так что у нас там и до 45 градусов морозы были вот такие с ветрами. Я поэтому очень даже хорошо отношусь к этой погоде, мне очень нравится. Минус 21 было, не так холодно с утра. Вчера очень много я видел, что прикуривали, было очень холодно. Задувает, конечно, со всех окон, но ничего страшного, самое главное утеплиться. Опять же тапочки, теплые носки, кофта. Это ужасно просто, на улицу не выйдешь, кошмар. Никак не борюсь, вот шарфом пытаюсь как-то это спрятаться. В особом плену сильных морозов оказались автовладельцы. У Надежды Тиала машина не завелась, сел аккумулятор и потекло масло. Автомобиль пришлось ввести в сервис при помощи эвакуатора. Вчера вот у нас на градуснике минус 33 показывала. Вот вчера она у меня и в гараж поставили и увидели лужу, масло. А могла быть и авария, если бы вовремя не заметить. Объяснение холодной погоды – циклонический вихрь. Мощный циклон закручивает холодные потоки воздуха с огромной силой. Из-за этого в Самаре был сильный ветер, который усилил ощущение морозов. В предстоящие сутки аномально холодная погода сохранится на территории Самарской области. И в ночные часы столбики термометров будут опускаться местами до минус 30-35 градусов. К концу рабочей недели в регионе потеплеет и выпадет снег. Температура воздуха будет постепенно повышаться и уже 27 февраля достигнет плюсовых температур. Пока же советуют медики необходимо как можно теплее одеваться и выходить на улицу в случае крайней необходимости. Особенно это касается метеозависимых людей и лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вернуться к прежнему образу жизни можно будет с наступлением теплой комфортной погоды. Никита Колосов, Григорий Пришаков. События. После аномальных морозов в Самару пришло потепление и снегопады. Специалисты коммунальных и дорожных служб вышли на уборку дорог и тротуаров от снега и наледи. Сергей Кизоркин следил за процессом. Последствия минувшего снегопада специалисты коммунального хозяйства устраняли всю ночь и утро. На расчистку дорог от снега на улице Советской армии направили спецтехнику и многочисленные бригады рабочих. Собранный снег оперативно вывозят на спецполигоны. В Самаре их 9, 6 муниципальных и 3 коммерческих. Ситуация как бы непростая. С большого минуса переход на плюс. И также идет опять потом замерзание. Приходится непосредственно какие-то места вручную отрабатывать. Дороги, которые были отремонтированы по нацпроекту, мы непосредственно инструктируем дополнительно сотрудников о бережном обработке данной улицы, так как ее сделали буквально только вот в том году. В этом году погода преподносит сюрпризы. Только с улицы Советской армии за зиму вывезли порядка 10 тысяч тонн снега. Кроме дорог в порядок приводят тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Очистив их от снега, посыпают специальным реагентом. Контролируют качество работ муниципальные предприятия, дорожное хозяйство. Ведутся работы по обработке противоуглавленным материалом проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта. Также ведутся работы по расчистке и расширению проезжей части и тротуаров. Ведутся работы по раздвиганию снежных валов на остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах. Ведутся работы по формированию снежных масс с последующим их вывозом на специализированные снежные полигоны. В результате своевременной обработки и расчистки проезжей части сотруднение с передвижением общественного транспорта по данной улице не было зафиксировано. Своевременную уборку дворов и улиц отмечают самарцы. На пятерку, конечно, не тянет, но на четыре пойдет. А так, я считаю, хорошо, убирают, пройти можно. За минувшие сутки участок Советской армии от Старозагора до промышленности, а это порядка пяти километров, был убран в срок. Работы по вывозу снега идут в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Продолжая традиции, в год 60-летия первого полета человека в космос самарские студенты запустят в небо экспериментальную ракету. Молодые ученые создали ее при поддержке специалистов РКЦ «Прогресс». Предыдущие разработки студентов Самарского университета неоднократно удостаивались наград престижных конкурсов России и за рубежом, в том числе Национального космического агентства Франции. В 2019 году студенческое конструкторское бюро ВУЗа признали лучшим в России. Чем молодые ученые будут удивлять в этот раз, расскажем в сюжете. Ее назвали «Капелла» в честь самой яркой звезды в созвездии Возничьего. Одноступенчатая ракета нового поколения сможет подниматься с полезным грузом на высоту 2000 метров. Разработали аппарат студенты Самарского университета имени Королева. Сейчас завершают сборку модели. Данные модели технологически отличаются от предыдущих. То есть особенность у нее, во-первых, модульность конструкции. То есть тут каждый блок есть в себе персональный. Вторая особенность – это в двухступенчатом выбросе парашюта, который позволяет, в общем-то, нам регулировать дальность приземления ракеты. У нас все ракеты, они как бы рассчитаны за счет многоразовости. Ну и третья такая особенность – это усовершенствованная бортовая электроника, которая, в общем-то, на несколько порядков сложнее и технологичнее, которую мы использовали до этого. Поскольку ракета одноступенчатая, у нее нет отделяемых частей. А вот завершает свой полет она на парашютах. У аппарата две системы спасения. Основная система спасения располагается в центральном блоке. Соответственно, здесь сверху располагается тормозной парашют, он маленький, и основной парашют, он уже побольше. Дальше будет располагаться как раз камера с передатчиками. Здесь будет находиться в уже хвостовом отсеке двигатель. В головном отсеке будет находиться резервная система спасения и, соответственно, основной блок электроники. Первый запуск экспериментальной ракеты запланировали на весну этого года. Он пройдет на испытательном полигоне в Чапаевске. Разработчики приурочат это событие к 60-летию первого полета человека в космос. Светлана Кудрявцева, События. Поехали! Кофе-островки, вендинги, уличные киоски и самостоятельные кофейни. А сегодня приобрести стакан бодрящего напитка можно где угодно. В России растет потребление кофе. Как на этот тренд смотрят медики, узнала Гульфия Асафина. Да, да. Окей, дай мне выпить чашечку кофе, и мы с тобой все решим. Доброе утро. Мне, пожалуйста, самый большой купучина. Дмитрий Иванов считает себя заядлым кофеманом. В день может выпить до четырех, а то и пяти полных чашек кофе. Рассказывает, любовь к бодрящему напитку зародилась несколько лет назад, во время крымских каникул. Там все пьют кофе. У них культура потребления кофе намного выше, чем у нас. И там я научился пить кофе по несколько чашек в день, потому что с утра проснулся, выпил кофе. Куда-то поехал, выпил кофе. Встретился с друзьями, выпил кофе. И сейчас в Самаре происходит то же самое. И мне это очень нравится. Это безумно заряжает. Это очень вкусный напиток. Аналитики сообщают, традиционно чайная Россия становится кофейной. Доля потребляемого кофе на душу населения стремительно растет. А за последние три года чай утратил лидерские позиции по реализации в нашей стране. Продано 145 тысяч тонн кофе и 142 тысячи тонн чая. Я думаю, что в последнее время спрос на кофе повысился, потому что кофе стал уже не просто напитком, а особым ритуалом для человека в современном мире. Чаще всего гости заказывают классику. Это капучино, латов, лэк-уайт, американо, фильтр кофе. Все зависит от предпочтения, если человек хочет что-то более молочное и нежное, либо что-то покрепче и бодрящее. Но это всегда стабильная, хорошая, вкусная чашка кофе. Прогуляться по городу с согревающим стаканчиком кофе сегодня можно сказать мода. И я от тренда не отстаю. Но что скажут медики на такое повальное увлечение кофеиносодержащим напитком? Оказывается, то, что вкусно и ароматно, хорошо в меру. Это то же самое, как пекарни, булочки, выпечка. Сахар, кофе – это наркотические вещества, которые вызывают зависимость. Но не думайте, что кофе совсем нельзя пить. Одна чашечка качественного, свежесваренного, ароматного кофе в первой половине дня вполне допустима. Кофе – напиток неоднозначный, отмечают врачи. С одной стороны, он вырабатывает гормон счастья, тонизирует кровеносную систему и содержит ряд полезных витаминов и микроэлементов. С другой – дает серьезную нагрузку на желудок, почки, поджелудочную железу и нервную систему. Кофеин повышает уровень кортизола, поэтому противопоказан беременным и кормящим женщинам и людям с хроническими заболеваниями. Конечно, если кофе у нас появился в 857 году, и не может быть такого, чтобы кофе никак не присутствовал в жизни нас. И, естественно, может быть как вред, так и польза. Всегда нужно подходить, наверное, с врачебной точки зрения. Можно сделать определенные виды исследований, чтобы понять, насколько он полезен или вреден. Организм у каждого индивидуален, напоминают медики. И если для кого-то кофе – безвредный напиток, то для других он может стать причиной апатии или, наоборот, перевозбуждения. А также головной и желудочной боли, скачков артериального давления и преждевременного старения. Медики советуют, прежде чем налегать на модный напиток, проверьте здоровье. Ограничиться только до обеденной чашкой кофе тоже не повредит. Главное – не натощак. И не всегда с молоком и сахаром. Эти топпинги провоцируют выброс инсулина в кровь. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. Баскетболисты Самары второй год подряд берут медали Кубка России. Но если в прошлом году они стали чемпионами турнира, то в этом сделали шаг назад и завоевали бронзовые медали. Подробности расскажет Андрей Горгуленко. Матч на паркете МТЛ-арены стал вторым в серии за третье место Кубка России между Самарой и Куполы Родники из Ижевска. Первая встреча закончилась 97-91 в пользу Волжан, а потому они могли даже проиграть матч с разницей в 5 очков и меньше, чтобы завоевать бронзовые медали. Однако проигрывать перед своими болельщиками не входило в планы самарцев, и они сходу стали наращивать преимущество, полностью переиграв гостей в первой четверти 27-10. Когда проигрываешь 27-10, когда проигрываешь первую четверть, тяжело вообще, тяжело, когда так тяжело входишь в игру, тяжело держать ритм всю потом игру. Потому что инициативой владеет соперник, нам приходится догонять только. Так что это уже посложнее. Во второй четверти самарцы увеличили преимущество до 23 очков, и только после этого ижевчане вернулись в игру. Гости выдали небольшой рывок и сократили разницу до 8 очков. Но волжане своевременно отвечали точными атаками и большего сопернику не позволяли. У нас, я так считаю, что хороший коллектив, то есть все это все понимают, то есть все друг друга, так сказать, настроили, помогли. В том плане, что не было такого разговора, матч за третье место, зачем им делать. Да, мы не попали в финал, но что получилось, то получилось. В третьей четверти куполы родники подобрались еще немного ближе к Самаре на расстоянии 6 очков. Но дальше хозяева уверенно контролировали ход встречи, проведя оставшуюся часть матча стабильно, без спадов. Любая игра, нужно побеждать, и любая победа, она всегда приятная. В этом случае, да, конечно, в силу того, что мы в прошлом году кубок выиграли, конечно, хотелось бы повторить. Но я благодарен ребятам, они нашли мотивацию, что они не играют в финале, и проявили себя, сыграли в полную силу. Самара победила в матче 93-83, и по сумме двух игр уверенно завоевала бронзовые медали. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!